Почему обращение граждан не находит ответа у представителей власти? Как решить проблему с поставкой продуктов питания в Андерму? И почему у жителей региона нет четкого понимания, когда их переселят в новые дома? Эти и другие темы обсудили на расширенном совещании при губернаторе округа. Все подробности далее. Уже в начале расширенного совещания губернатор округа дал ясно понять. От своих подчиненных он ждет не хвалебные оды, а доклад о проблемах, которые есть и которые нужно решать. Мне каждый раз рассказывать, как вы замечательно работаете. Я это сам вижу. А те проблемы, которые есть, я не узнаю. Или узнаю потом самостоятельно, где-то обращая внимание на ресурсы публичные, которые у нас есть. На одном из таких ресурсов своей проблемой поделились жители Андерма. Из-за штормов поставка продовольствия в арктический поселок находится под угрозой срыва. В местных магазинах нет ни свежей молочки, ни овощей, ни фруктов. Люди вынуждены питаться консервами. Проблемы-то существуют с доставкой товара. Мы что, не знали, что есть проблемы, что у нас шторм, что вовремя не идет туда баржа. Мы как-то отреагировали? Нет, не отреагировали. Значит, товары не доставлены. Люди и так в непростых условиях проживающие чувствуют полную безысходность и начинают уже от отчаяния просто писать во все инстанции. И что мы с вами... Мы же заранее могли все это знать. Но это надо контролировать. Олег Евгеньевич, у вас же есть главы муниципальных образований, сельских поселений. Они должны вам вовремя об этом говорить. Вы должны, если либо справляться сами, если не можете справляться, значит, давайте вместе будем это делать. Коллеги, заранее. На упреждение надо работать в тот момент, когда проблема возникает. По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Михаила Ферина, судно с продовольствием на борту для Амдермы вышло из Архангельска 6 октября. Восемь контейнеров до сих пор качаются в море. Хорошо, если за это время срок годности товаров не выйдет. По обеспечению Амдермы, я считаю, надо следующее предложение, которое мы своими силами сделаем. Там четыре предприятия, которые занимаются торговой. Значит, первое, мы запланируем, чтобы авансировать их перевозки. Это раз. Второе, перевозка воздушным транспортом стоит 295 рублей за килограмм. И авиаотряд просит предоплату. Предпринимателям это очень тяжело. И если мы решим с авиаотрядом этот вопрос о том, чтобы была какая-то определенная рассрочка, то это, скажем так, позволит стабилизировать ситуацию. Вот два таких предложения. В прошлом году по инициативе главы региона Александра Цибульского Амдермы включили в список населенных пунктов округа, для которых предусмотрен дополнительный вид господдержки субъектов торговли, обеспечивающих население продуктами. Размер субсидия рассчитывается исходя из стоимости транспортировки продуктов и составляет 80% от затрат на доставку наземным транспортом, 95% от затрат на доставку всеми остальными видами транспорта и 99% от затрат на доставку продукции местных товаропроизводителей. На данный вид господдержки предусмотрено финансирование в окружном бюджете. Хорошо, а в чем проблема, если возвращаться к Амдерме, в чем проблема с авансированием перевозок от авиаотряда? Понятно, что для авиаотряда это же гарантированный платеж, который мы с вами уже принято решение, который постфактум компенсируется. Ну, они берут рейс предпринимателей, если они заплатят все 100%. Нет, понятно, почему вы говорите, есть проблема с авиаотрядом. Мы не обращались, они... Вы решите вопрос через гарантийные письма. Есть же возможность, Александр Владимирович. Мы, Александр, к нам не обращались, конечно, мы подключимся, если нужно. Разберитесь, не идея тоже, до пятницы посмотрите. Представить варианты решения продовольственной проблемы в поселке Амдерме ответственным лицам поручено до конца рабочей недели. Не менее важный вопрос, который обсуждался на планерке – расселение жителей из аварийных домов. То, что касается 10-секционного дома, значит, там три секции уже, как я ранее докладывал, введены, уже приняты распоряжение администрации. Сейчас уже начнем выдавать, точнее, город начнет выдавать ключи. Значит, то, что касается остальных секций, то они идут, ну, с большим отставанием от графика. Значит, я думаю, что мы еще две секции в этом году введем. Остальные секции, наверное, пойдут уже на следующий год. Ну, по крайней мере, мы видим такую перспективу. То, что касается дома на улице, пересечения с улицы Таковылка, ну, там закончили... В этом году, скорее всего, закроют тепловый контур и поставят крышу. Сдача будет, наверное, в март-апреле следующего года. По словам Александра Лидера, в завершающей стадии находится строительство двух домов по улице Поморская. Подрядчику необходимо устранить замечания гострожилнадзора по благоустройству. Глава региона Александр Цибульский отметил, что необходимо усилить контроль за исправлением нарушений подрядчиками. Это очень хорошо, что мы относимся с большим вниманием к качеству работы и выставляем большое количество замечаний. Но давайте мы не будем делать так, чтобы эти замечания не выполнялись потом в течение месяца-двух, и у нас постоянно откладывается введение объектов в эксплуатацию и предоставление нового жилья. В первую очередь, жилья мне интересуют граждане. Значит, давайте, вот если вы выставляете замечания, вы работаете с подрядчиком так, чтобы они устраняли их в кратчайшие сроки. Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что график расселения аварийных домов должен быть в открытом доступе для жителей. У нас растет количество обращений, справедливых обращений людей, Гленина 54, Гленина 12, Козовиков 4, о том, что они не понимают сроки переселения с ветхого аварийного жилья. Вот вы сделайте какое-то очень понятное для всех график, и публично его всем людям покажите, чтобы люди четко понимали свои перспективы. Когда у них есть шанс, исходя из тех темпов строительства, которые у нас сегодня заявлены, мы довольно много нам участков предоставили, значит, примерно когда они могут получить квартиру. Если мы увеличиваем, значит, значит, такой должен быть живой график всегда на сайте вашего департамента. Еще один вопрос, на который обратил внимание губернатор округа – неудовлетворительная работа портала «Народный контроль». По словам первого заместителя главы региона Юрия Мурадова, наибольшая просрочка по обращениям граждан существует у мэрии города. Мы на каждой стадии обращения отслеживаем, как ведется работа. К сожалению, вынуждены констатировать, что у нас большая просрочка по обращениям у города Нарьенмара. Есть данные о том, что модератор именно городской перестал вообще реагировать. Александр Цибульский поручил своим заместителям и главам администрации города и Заполярного района назначить ответственных лиц, отвечающих за работу по обращениям граждан через портал «Народный контроль». Губернатор также добавил, что сегодня электронные взаимодействия с органами госвласти для жителей региона – наиболее удобный способ обратить внимание на проблемы. Их нельзя оставлять без внимания.